Несмотря на трудности с логистикой, удаленностью Шойна и сложной схемой доставки любых грузов, ее жители полны желания развивать родное поселение. Перспективы развития самого западного населенного пункта Неницкого округа оценил в ходе рабочей поездки в это муниципальное образование глава региона Александр Цибульский. В отдаленном поселке Шойна делегация из окружной столицы осмотрела основные социально значимые объекты поселения. Среднюю школу, интернат, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, а также дизельную электростанцию. Вопросов у шоенцев накопилось предостаточно. Два самых острых – отсутствие жилищного строительства и замороженная стройка фельдшерско-акушерского пункта в центре села. Строительство фельдшерско-акушерского пункта началось пять лет назад, летом 2013 года. Здание возведено подрядчиком из современных материалов, уже пробированных в условиях Крайнего Севера. Строители еще год назад завершили все внутренние отделочные электромонтажные работы. Однако на этом строительный позитив пока заканчивается. Роспотребнадзор и санэпидемстанция не принимают объект к эксплуатации безблочных очистных сооружений и контейнера для бытовых отходов. В планы подрядчика вмешались изменения в федеральное законодательство, пояснили специалисты. В профильном департаменте сельчан заверили, что недочеты будут устранены к концу июля. И уже в августе сельские медики переедут из старого корпуса 1939 года постройки в новое современное, просторное и теплое здание. Виктория Геонидовна, сколько уже тянется эпопея строительства нового ФАПа? Ну, если считать с того времени, как он начался строить, уже пятый год. Пятый год. Да. Все это время вы идите в старом здании? Да. Да, все это время. Старое здание, очень старое, 1939 года постройки, не приспособленное для оказания медицинской помощи. То есть новый ФАП мы очень ждем. До открытия нового здания лечебного учреждения уже в начале апреля в поселок на берегу Белого моря из Нарьянмара прилетит бригада медиков узкой специализации, а вместе с ними и флюра-отряд. Медики впервые привезут в Шойну оборудование для ультразвуковой диагностики, приобретенное в декабре прошлого года за счет средств президентского гранта, и проведут традиционный ежегодный медосмотр. В минувшем 2017 году бригады медиков в Шойне так и не дождались. Решать многие вопросы в Шойне предстоит, несомненно, общими усилиями. В одиночку рыбачьему поселку не справиться. Наша основная проблема, как я уже говорила, это строительство жилья, конечно, потому что у нас последние два новых дома были введены в эксплуатацию в конце 2016 года, они строились 8 лет. На сегодняшний день у нас жилья свободного нет вообще. Вторая основная задача – это ввести в эксплуатацию здание ФАПа новое, построенное, потому что существующее здание 40-го года постройки и, конечно, уже в аварийном состоянии находится. Следующая задача – это нам обеспечить все-таки территорию нашего муниципального образования участковым. Для этого необходимо жилье. То есть этот вопрос тоже необходимо проработать. Далее. Ну, ежегодные медицинские осмотры нас сегодня все-таки заверили в том, что будут теперь ежегодно, поэтому мы очень рады. Ну и, конечно же, хотелось бы решить каким-то образом проблему со стоимостью бензина, потому что это волнует всех жителей, а также проблема с занятостью в связи с модернизацией котельных северных жилком сервисов. Ну, это основные наболевшие такие проблемы. Все остальные проблемы мы стараемся своими силами решать, в том числе с заполярным районом при взаимодействии и с администрацией округа. Пик своего развития рыболовецкий поселок Шойена пережил 40-е и 70-е годы прошлого столетия. Местные сторожилы вспоминают, что именно в эти годы здесь был построен рыбоконсервный завод и создан знаменитый на все заполярье рыболовецкий колхоз «Красный промышленник», а само рыбацкое становище получило статус поселка. Сейчас дела с рыбодобичей в некогда перспективном поселке обстоят плачевно. Добыча ведется, но лишь кустарным способом – для дома, для семьи и лишь немного на продажу. Да и о какой промышленной реализации может идти речь, если все упирается в логистику. Пока довезут рыбаки свою шойенскую навагу до НИСИ, она становится чуть ли не золотой. Задача номер один для выхода из сложившейся ситуации – организация непосредственно в поселке пункта приема наваги. На встрече с жителями сельсовета глава региона Александр Цибульский рассказал, что подобный пункт запланировано создать в Шойне уже летом этого года. Проект запланировано реализовать при непосредственной поддержке частных предпринимателей и местных рыбаков. Среди проблем, озвученных жителями Шойной в ходе рабочего визита главы региона, отсутствие участкового полномочного полиции, высокая стоимость авиабилетов на рейс до Архангельска и практически полное отсутствие в поселке интернета. В низком качестве интернет-связи лично убедился Александр Цибульский. Настроить компьютер для работы даже в обычном поисковике в местной школе после нескольких попыток так и не удалось. Руководство Нениской компании электросвязи заверяет, что в ее планах строительство в ближайшие три года радиорелейной связи до населенного пункта. Очень уж велико расстояние. Связистам предстоит проложить радиорелейку, преодолев свыше 170 километров. Песчаная жемчужина, село Шойна, может и готова сама справиться со всеми своими несгодами, километры расстояниями и жилищными неприятностями. Но справиться в одиночку вряд ли удастся. Поэтому взгляды сельчан с самого западного населенного пункта округа устремлены сейчас на восток. Оттуда и столица округа ждут они и финансовую помощь, и дельного совета, и, конечно же, дорожной карты по развитию своего поселка. Пессимизма у людей, правда, нет. Люди настроены довольно оптимистично, очень приятно. Это говорит о том, что люди видят свое будущее в Шойне и готовы развиваться. Более того, многие люди настроены, даже когда начинаешь намекать о том, что, может быть, вам переехать куда-то, то я увидел, что люди действительно искренне любят свой край, свою Шойну и хотят ее развивать. Более того, у них есть идеи, они их высказывают. Это очень приятно, потому что активное население, оно, собственно говоря, всегда дает какую-то перспективу для территории. Проблем в Шойне, конечно, достаточно. Проблемы инфраструктурные. Много объектов, которые находятся уже действительно в состоянии практически аварийным. Этим надо заниматься. И, несомненно, это будет на повестке дня администрации и собрания депутатов.